Пишинё вновь захлестнули протесты. Тысячи граждан и активистов нашей партии требовали отмены новых тарифов на электроэнергию, отставки президента страны и проведения досрочных парламентских выборов. Пишинё вновь захлестна. Пишинё вновь захлестна. Простые граждане, пришедшие на протест, выразили крайнее недовольство правящим классам, который, по их словам, виновен в повышении тарифов. Пишинё вновь захлестна. Присосались к этой кармушке? Никак. Мы уже сколько месяцев здесь ночуем. Мне 78 лет я ночую, потому что ради детей моих детей всех за границу выгнал. Пишинё вновь захлестна. Пишинё вновь захлестна. Я очень надеюсь, что президент Тимофтий прочитает нашу петицию и поймёт, чего мы от него хотим. Также советник Падурару заверил, что он организует встречу с Тимофтией представителями народа Молдовы. Кроме того, к протестующим обратился через своих однопаратийцев глава нашей партии Ренат Усатый. Он видит нас с вами. Он поддерживает нас с вами. Благодарит, что мы сегодня здесь есть и что мы сегодня сила. Вскоре участники акции выдвинулись колонной к зданию Национального агентства по регулированию в энергетике. Однако по пути они не обделили вниманием и градоначальника Кишинёва Дарина Киртуака, отставки которого требовали манифестанты. По прибытию протестующие вновь были встречены сотрудниками правоохранительных органов, оцепившими здание агентства, глава которого Виктор Чобану находился на обеде. Сегодня нас тысячи, завтра придут десятки тысяч. Мы продолжим требовать понижения тарифов справедливой юстиции, а также суда над олигархами. Повышение тарифов было сегодня также раскритиковано в ходе брифинга и главой социалистов Игорем Дадоном, потребовавшего компенсации повышения тарифов за счет имущества ныне арестованного по подозрению в коррупции экс-председателя ЛДПМ Владимира Филата, примара Аргеева Илона Шора, а также бывшего главы Нацбанка Дарина Драгуцану. Мы требуем срочного заседания парламента на тему тарифов. Нам не нужно для этого парламентского большинства. Для решения проблемы тарифов есть два метода. Либо они аннулируются, либо, если вы говорите, что не можете их аннулировать, так как Юнион Финоса подала на вас суд, конфисковать имущество виновных в краже миллиарда, для того, чтобы компенсировать повышение тарифов. Начиная от Филата, Шора и Драгуцану и заканчивая остальными. В понедельник и вторник протесту здания Наре с аналогичным требованием о понижении тарифов провела и гражданская платформа «Да».